Это так называемая осадная крепость Филиппа IV. Когда нападали арабы, то Филипп IV прятался в нее и показывал оттуда арабам факьюшки, за что его и прозвали. Филипп IV трусливая факьюшка. Филипп IV трусливая факьюшка был очень трусливым, но очень властным человеком. Это парк воздвигнутый в его честь. Он часто бегал по кустам, прятался и показывал гуляющим людям факьюшку свою. Но как только его начинали видеть люди, он сразу прятался и убегал в крепость. Вы, наверное, хотите знать, как показывал факьюшки Филипп IV трусливая факьюшка в парке людям. Вот так вот. Черную собаку, огромную. Представляете, попытаться провести ее в сумке незаконно. И она такая выпрыгивает во время того, как ты приходишь через металлоискатель, начинает орать на всех, лаять и кусать. Это будет запоминающееся путешествие, несмотря ни на что. И ты будешь его рассказывать своим новым друзьям в КПЗшке аэропортовской. В Барселоне питаются не в ресторанах или покупают в супермаркетах. Здесь можно, как и в фильме «Аватар», прямо на улице найти что-нибудь поесть. Например, вот здесь растут мандарины. Прямо на улице, на деревьях, в сквере. Я высокий мужчина, поэтому могу себе позволить легко достать один из них. Мы сейчас будем ходить и искать сквер, где растет бухло на деревьях. Я думаю, на этом прервется мой видеодневник на какое-то время. Знаменитый кафе «Моцарт». Здесь очень любил обедать в Моцарте, потому что, ну, он обычно проходил здесь и думал, где бы мне пообедать. А тут в кафе «Моцарт», ну, ясен петь. Обычно в скамейках, построенных без фантазии, надо сидеть вот так. Как надо сидеть на скамейке «Гаутер»? Ну, примерно вот так. О, привет! Не правда ли сегодня приятный день? Закину ногу на ногу. Тренировочный стадион «Барсы», клуба «Барса», куда мечтает попасть Андрюха Аршавин. Пока его мечта не сбылась, но зато сбылась мечта вот у этих детей. Аршавин, наверное, очень им завидует. И ненавидит. И любит. Аршавин всех любит. Как Иисус. Гауди сказал однажды, глядя на футбол. Какого черта только один мяч? Ребята, остальные же могут обидеться. Вратарь вообще его трогает пару раз за игру. Хороший вратарь. Давайте сделаем так, чтобы у всех было примерно по одному мячу. И действительно, посмотрите, людям гораздо интереснее. Выдуманная Испания вместе с Эльдаром Родвеем. Паслона! Мы сотню раз примерно проходили уже мимо этого офиса. Здесь никогда никто не работает. А вообще в Барселоне работают очень мало. В основном играют в футбол и собирают мандарины. Как и в России. Про это место в Испании входит очень много различных древних легенд. Одна из самых древних интересных такая. На этом месте никогда ничего не происходило интересного. Памятник коню из фильма «Боевой конь Стивена Спилберга». Спилберг предложил испанскому правительству построить в центре города памятник его будущему фильму. Испанский правительец сказал «Да нет, ну что вы, что за глупость?» Он сказал «Плачу миллион долларов». На что испанский правительец сказал «Ке? Диос мио! Да хоть какашку в центре города построите!» Это знаменитые испанские туалеты. Их в Испании великая четыре. Довольно часто проводят люди юмористические комичные аналогии между носом, пиноккио и пенисом. Но такой яростной аналогии я не видел нигде. Не, по-моему, сделали пенис, а потом уже сделали голову самого Пиноккио. Это испанский театр для детей. Что удивительно, да? Сюжет этого мероприятия такой. Пиноккио сражается против Капитана Америка, Человека-паука и Бэтмена. Ну, я думаю, его испепелят. Вот реально, его испепелят. Это знаменитые испанские дебильные трамваи. Они перевозят людей вот оттуда вот, вот сюда вот. Видите, женщина спешит, потому что ей нужно сюда скорее, и она боится опоздать на трамвае. Если за границей у тебя украли деньги и документы, то в таком случае ты должен узнать у полицейского, где находится русское посольство. Ты должен в него прийти, чтобы они там над тобой ржали. Не совсем понятно, что это. Лось, это бревно или самокат. Без фантазии ты не поймешь. Побережье Навевает различные романтические мысли. Кто украл мои тапки в хостеле? Читаку украду я сегодня вечером. Наверное, этот человек сейчас идет и говорит, «О, пояс потерял от пальто. Где он? В кармане нету. В другом кармане нету. А он здесь у меня». Вот на той горе находится башня. С этой башней связана древняя легенда. Была пара влюбленных, которые очень сильно любили друг друга, но отец девушке не позволял им жениться. И он заточил девушку в башне. Но она не выдержала разлуки с любимым. Выпрыгнула из башни. Но по счастливой случайности, ее любимый проплывал на лодке как раз под этой башней. Но не по счастливой случайности, она упала головой прямо на борт. У нее голова разлетелись на куски, и чайки склевали ее мозги. Какова мораль этой легенды? Надо было сбежать по веревке. Вот таким вот образом и попадают в Испанию нелегальные мигранты. Многие чайки считают эту женщину своей мамой. В принципе, если она даст мне хлеба, я тоже буду называть ее мама, мамуля, мамочка, мамусик. Мамусик, дай мне еще хлеба. А, а, а! Чайки, это ее единственная семья. Ее братья, сестры. Вот это вот ее, и вот это ее муж. А у нее неплохой вкус, не правда ли? Оторвала себе чувака, да? Наверное, это единственный человек в мире, который знает, что такое секс с чайкой. Нажимай на кнопку и подписывайся на наш канал путешествий в самые загадочные уголки планеты и сознания.